Покупательскую идиллию в одном из текстильных торговых центров Ивановского района нарушил вой пожарной сирены. В павильоне номер 15 произошло возгорание. К счастью, условное. Несмотря на то, что ближайшая пожарная часть находится в 16 километрах от торгового центра, первые экипажи прибыли на место менее чем за 17 минут. По прибытию к месту учения поступило водное загорание в торговом павильоне номер 15. Также по водной было обозначено, что находятся люди в здании. Также большая горючая загрузка, ткани. И сложность представляла то, чтобы эвакуировать людей вовремя из здания и исключить гибель, травматизм среди покупателей, персонала. Людей быстро эвакуировали из здания, обесточили. Теперь можно приступить к главному – тушению условного возгорания. По тактическому замыслу, площадь его на момент прибытия пожарных расчетов составляла уже 500 квадратных метров. Гидрат исправен, давление 1,5 атмосферы. Стволы переключены на магистральную линию. Понял тебя. С веном ГДС, со стволом В, с противоположной стороны. Ствол на тот средний, ствол А, как понял? А, понял тебя. Посетителей в торговом центре может быть до 3000 человек. 50 из них – персонал. Поэтому для спасателей важно любую мелочь довести до автоматизма. Ведь будь пожар реальным, павильон полной текстильной продукции вспыхнул бы, как спичка. Большое количество горючей загрузки является текстильной промышленностью, которой при горении выделяется очень большое количество тепла. Здание из легкометаллической конструкции и пределогнестойкости данных зданий составляет порядка 25-40 минут, после чего здание просто может сложиться. Возгорание было потушено менее чем за 20 минут. Со своей задачей спасатели справились. А заодно и показали пример курсантам института МЧС, которые все это время внимательно наблюдали за их работой. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.